Рождественская выставка творческих работ учащихся Брестской детской школы изобразительных искусств традиционно открылась в преддверии католического Рождества в городе Надбугом. Около ста работ, объединенных праздничной тематикой, более двух недель будут настоящим украшением выставочного зала учреждения образования. Главного героя картин, представленных в рамках экспозиции, предопределил наступающий год. Синяя лошадь – непременный персонаж большей части работ. Это традиционная наша выставка, которую мы все время делаем к Рождеству. И она у нас всегда проходит перед католическим Рождеством и до нашего православного Рождества. Дети делают работы во всех направлениях, то есть мы их не ограничиваем. Это может быть и живопись, и графика, и декоративно-прикладное. Ну и вот вы видите сами, что дети создали уют, красоту своими руками. Выбрать самую лучшую картину из такого огромного количества – дело непростое, а потому организаторы уже не первый год не делят места на пьедестале, а награждают 20 самых сильных конкурсантов. Календарь наступающего года, иллюстрированный работами самих ребят, главный приз и хороший стимул для дальнейшего развития. Юные художники признаются, что такая оценка их творениям – лучший предновогодний подарок. Все работы такие очень атмосферные, ну все очень старались, видно очень. Мне предложили поучаствовать в этом конкурсе наш учитель, и мне показалась эта идея очень интересной, то есть вдохновилась сразу год голубой лошади, то есть ну как бы захотела сразу поучаствовать. Из нашего класса не очень много людей участвовали, но вот мне это как-то было близко, то есть вот это вот очень интересная идея. В рамках открытия рождественской выставки в этом году состоялось важное событие – передача работ учащихся общественному объединению «Дети в беде». На протяжении нескольких недель каждый из ребят создавал свой проект логотипа Брестского отделения данной организации, и в рамках праздника около десятка лучших работ были переданы региональному председателю Елене Галыш. У нас есть логотип, эмблемка – это республиканская, да, и мы давно вынашли такую идею, чтобы был какой-то свой знак, отличительный свой логотип нашего Брестского отделения. И вот пришла такая идея нам провести конкурс, поэтому мы сразу обратились в школу художественную, к администрации, к директору, вы знаете, на радость тут же приняли нашу просьбу. И представитель фонда и администрация школы уверены, что данный совместный проект по созданию логотипа – только начало доброй дружбы и плодотворного сотрудничества. В планах уже сейчас есть совместные выставки ребят и благотворительные ярмарки продажи картин. И следующая встреча произойдет уже совсем скоро. 28 декабря состоится благотворительная ёлка, организованная Белорусским фондом «Дети в беде». Белорусским фондом «Дети в беде» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова